Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Если спросить любого ветчанина, что является брендом нашего региона, каждый прежде всего назовёт дымковскую игрушку. Вторым вятским брендом могут назвать разные вещи – Великорецкий крестный ход, вятский динозавров, кукарское кружево, может быть, что-то ещё. Но первый номер – это только дымковская игрушка. А вот хорошо ли мы знаем свой главный бренд? Чем сегодня живёт промысел дымковской игрушки? Не теряет ли он своих позиций? Продолжает ли быть популярным в России? Эти и другие вопросы я хочу адресовать гостю программы, известной мастерице дымковской игрушки, члену Союза художников России Ларисе Геннадьевне Ушаковой. Здравствуйте. Ну, а передачу, соответственно, назвал «Дымковская игрушка» сегодня с гад Ларисы Ушаковой. С марта по май 2021 года в Москве в Музее народной игрушки «Забавушка» прошла Ваша персональная выставка, которая была посвящена 40-летию Вашей творческой деятельности. Удалась ли, на Ваш взгляд, выставка? Довольны ли Вы её результатом? Да, выставка прошла, прямо скажем, на ура. Было очень такое масштабное открытие, было очень много приглашено гостей, именитых гостей. Представители музея были, коллекционеры были и большое количество детей, потому что это музей «Забавушка» называется, музей для детей непосредственно. Но, Вы знаете, я получила большое удовольствие от того внимания и от того желания видеть, слушать, участвовать, и это всё случилось. Ну, вот так оценить массовость. Это вот сотни или это тысячи? Ой, это всегда очень сложно. Правда сложно. Открытие – это одно, и так как выставка была достаточно долго проходила на территории этого музея, безусловно, люди приходили, то есть школьники, взрослые. Я даже, знаете, не поинтересовалась относительно количества. Понятно. А вообще, как Вам показалось, вот москвичи знакомы с дымковской игрушкой, или это вот наша такая тема, что да, мы тут дымковская игрушка, а на самом деле, может быть, никто и не знает её в регионах, ну, за пределами нашего региона. Вот как раз москвичи и очень хорошо знают, и любят промыслы. Ежегодно в Москве проходит такая выставка, ярмарка «Зимняя ладья». Вы знаете, она проходит практически неделю, в течение недели, поэтому огромное количество. Я была единожды, имела возможности быть на этой фестивале. Меня пригласили поработать с мастер-классами в городе мастеров. Вы знаете, такое количество, оно у меня впечатлило, безусловно, и интересно. А часто ездите куда-то, вот в другие регионы, вот меня интересует, именно как в России воспринимается дымковский промысел? Я езжу часто. На удивление всех, я человек активный, подвижный. Мало того, в связи с тем, что я уже 40 лет служу своему любимому делу, поэтому меня знают, у меня есть свои наработки, поэтому меня приглашают. Меня приглашают, и я не отказываюсь, я езжу. Я работаю с мастер-классами, я работаю со школами, с садиками. И везде знают мастерскую игрушку. На самом деле, в связи с тем, что стаж у меня уже 40-летний, у меня было огромное количество, около сотни всех всевозможного ранга выставок. В Москве же выставки были, но персональная, это была первая. И согласитесь, что всё-таки персональная выставка, да ещё в Москве, это воспринимается как всероссийское признание вашего творчества. И какие ещё-то вершины можно покорить в таком весьма специфическом промысле, как ваш? Что дальше? Куда стремиться? Ну, вы знаете, я работаю, не думая об этом. Хотя, да, действительно, я работаю не в замкнутом пространстве. Я, как я сказала, я езжу, я участвую. И поэтому, ну, я не ставлю определённых целей. Они получаются как-то сами собой. То есть люди узнают, люди приглашают. То есть у меня были, таким образом, зарубежные выставки в Риге в своё время по приглашению. И вот Москва, вот эта персональная выставка на территории данного музея, это тоже было бы приглашением. То есть сами вы цели такие не ставите, вот есть приглашение, а вы уже выбираете, куда-то ехать, куда-то ехать. Ну, вы знаете, когда работа сдельная, и ты работаешь вот в творческом потоке, ты не думаешь, куда это всё пойдёт. Ты просто вот, ты работаешь, ты работаешь, ты отдаёшься вся вот этому творческому порыву. Ну, опять же, как я сказала, наработки, они уже работают в обратную сторону, что, в общем-то, хорошо в данном случае. Но для этого нужны годы, 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 годы работы. Вот про годы поговорим. Вот своими учителями в промысле вы называете таких известных на всю страну народных мастеров, как Валентина Петровна Племянникова, Лидия Сергеевна Фаолеева. Скажите, вот в общении с ними, что они дали такого, чего бы вы не смогли узнать, если бы не общались с этими людьми? Ну, я немножко чуть-чуть расширю тему, на самом деле. В 1958 году в промысле было самое большое приём учеников, девочек новеньких. В том числе в этом большом потоке были и Валентина Петровна Племянникова, и Лидия Сергеевна Фаолеева. Но что я хочу сказать, этот весь поток стал в дальнейшем основным костяком промысла. То есть они, каждая из них, это личность. Взять ли Кузьминых, взять ли Попы Иванову, Фаолееву, безусловно, Валентину Петровну. Скорее всего, эти две мастерицы, коими являются моими учениками, они самые, как мне всегда казалось, с какой-то, во-первых, своеобразной харизмой. Валентина Петровна просто бешеная харизма. С ней ведь ты с ней пообщаешься. Это, знаете, это такой поток энергии и энергетики. И всё это она отдаёт своей игрушке. А как она её любит? А как она её любит? А как Лидия Сергеевна говорила об игрушке? Это невозможно ни забыть, ни увидеть в их работах. Поэтому, да, весь поток был сильнейший, сильнейший. Но вот, да, мне повезло. Я думаю, что мне повезло именно с этими учителями. Я не могу сказать, не обидеть других. Именно почему, но тем не менее. Вы ведь и других застали, известных мастериц. А выделяете, это же ваше слово я вычитал на сайте, что вы именно их своими учителями считаете. Почему? Ну, с Валентиной Петровной получилась, знаете, опять же, вот, видимо, судьба. То есть, когда получилось так, что мама услышала объявление по радио о наборе в Союз художников, цех дымковской игрушки. Я на тот момент закончила 10 классов, у меня прошёл выпускной вечер, и я ещё особо-то пути своего не видела. Хотя, знаете, бывают люди, которые уже знают своё направление. Она говорит, пойдём попробуем. Пойдём. Мы пришли, но дело в том, что... Так, мама, она у вас художница или кто? Ну, я просто очень скромной девочкой была. И в то время меня мама водила за ручку. Ну, было такое-то. Я сейчас такая активная, да, состоявшаяся. А тогда вот так получилось, действительно, сразу после 10 класса практически. Мы с мамой пришли. Получилось так, что набор-то уже закончен, и девочки уже вели обозречение. На что Левтина Матвеевна Трефилова, начальник отделения дымковской игрушки, сказала, ну, пройдитесь по мастерским, может, кто-то возьмёт. Мы прошли всех мастериц. И только Валентина Петровна, которая была последняя, её мастерская была последняя, «А, девчонка, вон, на кого у меня уже две сидят, садись, третий будешь». Всё. Моё предназначение было решено. Похоже на её прямо. Да, вот она, я говорю, это в битве, это какая-то бешеная харизма. Да, когда я о ней говорю, у меня прямо что-то такое же. Ну, а как вы думаете, справедливо назвать их выдающимися народными мастерами? Именно выдающимися, вот это вот то слово. Ну, я бы сказала о всём поколении, о не каждой выдающейся. Ну, правда. Поэтому я безумно люблю и Лидию Сергеевну, и свою Валентину Петровну, и племянникову. Но не каждая. А Надежда Петровна Трухина. Подождите, я же не просто так, у меня с небольшим подвохом, конечно, вопрос. Потому что, вы знаете, когда мы сидели и учились в мастерских, нам были все открыты двери. Заходите, девчонки, какие-то вопросы, что-то не получаете. То есть, я могла не только к своему мастеру пойти, я могла зайти в любую мастерскую, и я получала ответ. Лариса Геннадьевна, ну, понимаете, почему я спросил? Вот на московском сайте Мосгуберния, называется сайт Мосгуберния, статье, которая посвящена вашей выставке, вас тоже назвали выдающимся представителем русской культуры. Вот прямо дословно выдающийся представитель русской культуры, продолжающей традиции одного из самых ярких русских народных промыслов – дымковской игрушки. Вот цитата. Вот как вы относитесь к такому определению вашей творческой деятельности? И вообще, вот сразу, может быть, чтобы не уходить в сторону, а что необходимо творческому человеку, чтобы в итоге его деятельность была признана выдающейся? Ну, конечно, приятно слышать такую характеристику в свою сторону, безусловно. Но для этого было сделано многое, мне кажется, всё-таки. Когда мы приходили молодыми, да, мы кто-то, ну, я не думаю, что там случайные люди были, но, тем не менее, мы шли и не знали же своего будущего. А потом любовь, а потом дети. И всё это было, понимаете, просто участие в жизни промысла. Ну, вот я, когда у меня была юбилейная выставка, это было два года назад, я готовилась к ней, я очень думала много на эту тему, по этому вопросу. И, знаете, что я хочу сказать? Вот осознание того, что я делаю и зачем я это делаю. Ко мне пришло, наверное, последние лет 20-15, может быть, даже. Вот настолько меня накрыло это всё. И я, понимаете, я сейчас говорю, что для меня дымковская игрушка – это не просто кусок глины и конечный результат. Это целый пласт культурного наследия. Это история дымковской игрушки вятского жителя. Да, интересно, интересно очень глубоко. А менялось ваше отношение к лепке игрушки как к вашему ремеслу на протяжении жизни? Вот вы сейчас уже немножко об этом сказали, что вот эти последние годы видоизменилось ваше отношение. А что изменилось-то? То есть что? Как вы относились вначале и как вы относитесь теперь? Или, может быть, ещё были какие-то периоды? Расскажите вот эту периодизацию. Ну, вы знаете, как я уже сказала, вначале, да, мы просто лепили, мы просто учились, мы были молодые, параллельно шло много всего. Ну, вот это осознание, это история. То есть Генрета Георгиевна Киселёва, искусствовед нашего музея, когда мы учились, очень много возила нас по музеям, по запасникам музеев. Понимаете, мы прикасались к началу-началу к тем игрушкам, которые сейчас хранятся в музее. Мы слышали, когда я пришла, я пришла в промысел в 81-м году, я напомню, да, и я застала, когда к нам в гости, как уважаемых людей, приглашали и ждали, ещё будучи живых, самых именитых мастериц, которые спасли в своё время, вот в 50-е годы, промысел Пенкину. Они уже такие старенькие приходили, они так интересно всё это рассказывали. То есть, понимаете, мы не учили историю промысла из книжек, мы её слышали из уст предыдущих поколений, из наших учителей, от учителей наших учителей. То есть, понимаете, и вот это осознание, вот эта история, когда я стала уже дополнительно что-то искать, узнавать, когда появился компьютер, и огромное количество информации оттуда я вдруг стала доставать очень интересной. И вот это всё накопление пробудило во мне что-то более тонкое, чем просто лепить игрушку, понимаете? И вот, наверное, отсюда вот эта вот ответственность. Вот более тонкое, вот это что такое более тонкое? Ну, знаете, художник не умеет иногда говорить, он берёт кисточку и пишет, и этим всё сказано. Я вам помогаю в наводящем вопросе нет. И в этом случае, ну, правда, иногда очень сложно подобрать какие-то слова, чтобы дать какое-то понимание слушателю в данном случае. Ну, ладно, может быть, придёт позже, или, может быть, когда-то через какое-то время мы встретимся, и я снова задам такой вопрос. А вообще, никогда не хотели уйти из промысла? Вы так вот горячо рассказываете, вот всегда вы прямо так горели, хотели всегда ли петь, хотели быть в промысле, или были мысли? Ну, вы знаете, когда я пришла в тот коллектив, а это был ещё фонд художественный, и мастерицы, и художники, мы жили одной семьёй. Вы знаете, попасть в такой коллектив, я на всех смотрела снизу вверх. Это я сейчас хожу с ними наравне. Мы встречаемся, обнимаемся, поздравляем друг друга, живём какой-то одной жизнью, жизнью нашего союза, безусловно. И так, что-то я немножко... Ну, вот не хотелось вам сменить профессию. А, да, простите. Ну, что хочу сказать. Нет, у самой у меня таких мыслей не было. Но был момент, вот в тяжёлые 90-е годы, когда мы спасали промысел, и игрушка не шла, она вся оставалась на складе, и мы не получали денег. То есть не на что было жить, а у нас мы женщины, у нас семьи, у нас дети. И тогда вот был момент, когда папа, который у меня всю жизнь проработал на шинном заводе, сказал, «Так, Лариса, хороший градца в игрушки, давай я тебя отведу, я там даже место тебе нашёл, всё, тебя возьмут, без проблем, будет зарплата, будет всё». Ну, что я тоже, я помню свою реакцию, папа, ты что, нет, я никуда не уйду. Наступят времена, и всё будет хорошо. И, в общем-то, так и случилось. Слава Богу, всё стало действительно хорошо. Мы пережили тяжёлые времена, мы спасли промысел. Ну да, в голодные времена люди думают сначала о хлебе, а потом уж о всём остальном. Да, вы пережили на самом деле. Но вот вы интересную такую фразу сказали, что мы же женщины, у нас дети и так далее. Я общался с Валентиной Петровной Племенниковой неоднократно, и она как-то сказала, что вообще-то в промысле только женщины в Дымковском, мужчин в промысле нет и принципиально не берут. Правда это? Да, ну в мою бытность, когда я пришла в промысел, да, случаев не было, но тем не менее наши же учителя рассказывали, что один случай был. Но, видимо, настолько мужчина молодой хотел, видимо, зная немножко историю, зная о Деньшине, который активно участвовал в развитии пропаганды дымковской игрушки, сказал, я тоже хочу быть участником всего этого, хочу лепить, хочу быть в промысле. Но как любой мужчина, естественно, по приходу он стал прорабатывать мысли, механизировать всё. А что это тут руками откатывается? А давайте мы будем отжимать, формы сделаем, это будет быстрее, это будет легче. Тут отольём, тут отожмём. Ну и, в общем-то, вы понимаете, да, недолго всё это было, видимо. Вот такая история существует. То есть, как можно сказать, потому что мужчины революционеры такие. Да, да. А промысел требует вот традиции. Конечно. То есть, понимаете, тут традиции, вековые традиции, которые дожили до сегодняшнего дня. Понятно. Ну вот, давайте попробуем тогда вот эту тему развить. Вот когда-то в далёкие времена дымковская игрушка и правда была игрушкой. Игрушкой, которой играли. Но потом её вытеснили более дешёвые, формовочные игрушки. Гипсовые, фарфоровые, наконец, пластмассовые. В начале 20 века известно ведь, что многие промыслы глиняной игрушки не всегда исчезли. Потому что раньше промыслы глиняной игрушки были повсеместно развиты. То есть, если есть, если делают посуду, например, гончары, то игрушку по пути, так сказать, делали я. Поскольку этой темой тоже, так сказать, увлекался или увлекаюсь даже, исследовал порядка 150 и даже больше промыслов глиняной игрушки существовало до революции. Более-менее знакомых, а уж неизвестных вообще. А после революции, даже не после революции, а в настоящее время осталось, ну, не больше 30. Ну, какие-то развивают, сейчас, может быть, уже больше, но тем не менее. И вот, несмотря на это, дымковская игрушка выжила. Ну, понятно, да, Деньшин приложу руку. Но я даже не о том, что она выжила. Там в 30-е годы правительство, наша партия, хотела зарабатывать валюту и поэтому развивала, чтобы каким-то образом она экспортировалась, валюту получать за границей. Но ведь и даже и в этой ситуации далеко не все промыслы прижились и расцвели. А дымковский расцвел, особенно, вот я бы сказал, начиная с 50-х годов, он прямо как-то пошел в рост. Вот как раз, когда вы рассказываете о тех вот мастерицах, о том пласте великих, так скажем, мастериц, которые пришли в промысел, они ведь его сделали, возродили. Да, совершенно верно. По сути, это дело Деньшин, я бы сказал, сохранил. Но без людей, без рук, которые могли сделать вот это чудо, дымковское чудо, даже и книжка, да, называется, то, наверное, ничего бы не получилось. То есть, в чем все-таки секрет, что в игрушке, вы как мастер видите, что в ней особенного, чем она отличается от других промыслов глиняной игрушки? Ну, я имею в виду не вот этими какими-то, значит, тем, что вы там золото там лепите на нее, там, или какие-то душа у нее, вот что за душа у нее? Почему она такая притягательная? Ну, хороший, конечно, вопрос. На самом деле, я в связи с тем, что я много езжу по фестивалям, я действительно знакома с многими мастерами и семейными мастерами. А муж, как правило, гончарит, жена лепит игрушку. Но именно дымковская игрушка самая сложная, во-первых, по производству своему, по ее созданию и многогранно в своей тематике. То есть есть именно в 50-х годах, когда руководство государства уделило внимание возрождению народных промыслов, усиленно занималось этим и выделяло на это деньги. Именно тогда в игрушке появились две темы. Традиционная игрушка и творческая, потому что пошло большое количество всевозможных выставок, и мастерицы стали принимать участие. Тогда появились вот плинчики первые такие, сюжетные работы, очень интересные. И я хочу сказать, что дымковская игрушка, да, она интересна, она сложна в своем производстве, в своем изготовлении. То есть это лепка, это роспись. Мало того, она настолько разная, каждая мастерица имеет свое лицо в этой игрушке, а темы-то какие разные. И всякий раз, когда мы видим ее в музеях, на витринах, освещенный дополнительным светом, это праздник. Это невозможно устоять от улыбки на лице, потому что она вызывает именно такие эмоции, когда ты смотришь сюжетные, особенно композиции, да, когда там какие-то хороводы, городские гуляния, ярмарки, карусели всевозможные, парочки гуляющие. Это же вот ты смотришь, где-то узнаешь себя, либо, то есть, естественно, вятскую жизнь рассматриваешь, быт вятского жителя. И, опять же, вот ощущение праздника. То есть мало того, что она такая яркая, да, в своем цветосочетании, мастерицы еще придумали ставить кусочки сусального золота, что добавляет яркости вот такого какого-то эмоционального взрыва, да, когда смотришь на нее, еще когда-то солнышко попадает, либо дополнительный свет, ну, там действительно накрывают эмоции. То есть я вижу, как люди реагируют. Естественно, я не останавливаю каждого и не спрашиваю, что, что вызывает улыбку, вот такие широко открытые глаза, да, у вас вот глядя на это все. Но я вижу, с какими эмоциями не уходит, как они говорят спасибо мастерам за сохранение промысла, за то, что мы вот это показываем, что они имеют возможность это видеть благодаря выставкам, и то, что вот мы ездим сами, возим это все, показываем. Сейчас же очень сложно, времена тяжелые, пошли, выставок стало меньше, больше стало платных, и поэтому люди благодарны, когда ты едешь куда-либо с выставкой, особенно куда-нибудь в глухой район. Слушайте, там просто вот слезы наворачиваются, когда ты в ответ слышишь все вот эти благодарные слова, и вот эта вот эмоция идет ответная, дорогого стоит. Ну, я услышал то, что я хотел услышать. Вы сказали ключевое, я думаю, слово, это игрушка-праздник. Совершенно верно. Потому что, когда вы говорите про сюжеты, здесь трудно согласиться, я неплохо знаю традиционную игрушку вообще регионов России, сюжеты повторяются на самом деле. Есть некоторые сюжеты, только в Авиатске, это понятно, как и в других регионах, но тем не менее эти парочки, они, в общем-то, везде. Ну, я знаю, тройки, карусели, я соглашусь с вами. А вот праздник, да, ощущение праздника, пожалуй, только в нашей игрушке. Вот такое буйство красок, золото, света, да, это вот вы очень верно подметили. Спасибо вам, я для себя тоже сегодня открыл крышку. Вы знаете, как наши бабушки, про бабушки говорили, там где просто, там ангелов доста. Вот в нашей игрушке живут ангелы, правда. Ещё говорили, что с чёрствой и чёрной душой такую красоту невозможно делать. И игрушка это передаёт. И, видимо, зрители это чувствуют. Ещё один вопрос, до перерыва задам очень коротко. Вот я знаю, что сегодня отдельные коллекционные экземпляры дымковской игрушки стоят довольно дорого. Могут десятки тысяч рублей стоить, а если музейная, наверное, ещё больше. Значит ли это, что быть мастером игрушки выгодно? Или я ошибаюсь? Насколько тяжёл и тяжёл ли хлеб насущно у дымковских мастериц? Честно скажу, тяжёл. Особенно первые десятки лет, прямо скажем. То есть для того, чтобы ты стала мастерицей, узнаваемой мастерицей, нужно, знаете, нужно пять лет как минимум, чтобы ты действительно стала мастерицей с большой буквы. А там ты уже ищешь себя, своё лицо. Это долгие годы. Это нужно, знаете, прожить, может быть, даже всю жизнь, когда вдруг ты становишься такой известной, да, когда тебе такие характеристики говорят, да, что ты там национальное достояние и так далее. Ну, сорок лет. Да, да. И игрушка уже стоит возможность... А ещё, знаете, у нас как-то принято, когда человек уходит, так там вообще возрастают цены на его творчество. Там номинация денежная совершенно другая идёт. Я представляю. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата». И я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Дымковская игрушка сегодня». Взгляд Ларисы Ушаковой. И мы продолжаем беседовать с мастерицей «Дымковской игрушки», членом Союза художников России Ларисы Геннадьиной Ушаковой. Вот интересно, Лариса Геннадьевна, у меня вот всё интересно. С новыми людьми вы, когда знакомитесь, допустим, вне рамок вашей профессиональной деятельности, не на выставках, не на фестивалях, в поезде, допустим, вы едете, и вдруг они узнают, что ваша профессия – это лепить из глины какие-то игрушки. Вот какая у них реакция? Не удивляются люди? На самом деле реакция, правда, бывает разная совершенно. То есть кто-то достаточно спокойно к этому относится, но опять же кто-то кардинально наоборот. Реакция вот эти вот распахнутые глаза, о, и вот эта вот появляющаяся улыбка, потому что люди, видимо, знают, о чём они говорят, то есть понимают, о чём идёт речь, и что это такое «Дымковская игрушка». То есть относятся достаточно серьёзно. Вот я про это, да? В смысле серьёзно? Ну, как вот, нет такого, что кто-то ерундой занимается человек. Ну, что грех оттаить, если такое, даже вот среди наших художников, которые не считают, что «Дымковская игрушка» чем-то очень серьёзным. Так что есть, есть. Ну, а вы-то как считаете сами? Сама? Да, это вот… Ну, я же говорю, что я уже пришла к тому, что для меня это большая ответственность в первую очередь, конечно. То есть, знаете, мы выжившие, мы как проводники. Мы несём, как вот нам передавалась вот эта традиция, это наследие. Так вот мы сейчас тоже, как носители этого наследия следующему поколению, это очень важно и очень ответственно. Несмотря на все перепития вот и в стране, и в городе, и в промысли, в частности. Вот «Дымковской игрушке» или «Промыслу», да, считается, что уже более 400 лет. Где-то вот лет, наверное, 15 назад отмечали 400-летие «Дымковской игрушки». Говорят, что секрет такого долгого существования в том, что промысел мало подвержен изменениям. Вы сказали, что уже 40 лет, то есть, собственно говоря, из 400, это десятая часть, десятую часть, находитесь в промысле. Вот по вашим наблюдениям изменилось что-то за это время в промысле? Может быть, сюжеты, роспись, технологии производства, какие-то элементы оформления? Что изменилось? Ну, особо больших изменений в игрушке, конечно, не было и, мне кажется, не должно быть. Иначе она просто потеряет своего лица. Мы это прекрасно понимаем. И тем не менее, да, вот эти же 50-е годы, когда государство обратило внимание и стало возрождать народные промыслы, уже тогда в том числе увеличился ассортимент работ. Это первое. Второе – цветовая гамма, потому что пошли другие краски. И детализация росписи увеличилась. Поэтому, надо сказать, если мы возьмём в руки старую игрушку и современную, мы увидим разницу, насколько просто и лаконично расписывалась старая игрушка, и насколько богато сейчас расписывается современно. Ну, я имею в виду большие, какие-то крупные работы, да, маленькая она остаётся попроще, но когда ты работаешь над большой бароней либо большим индюком, огромное количество всевозможных деталей, как крупных, так и мелких. То есть вот в моём понимании она видоизменилась в том смысле, что наличие мелких деталей стало больше. То есть, возможно, в те времена, когда, вот опять же, да, когда игрушка плохо продавалась, мы выживали, мы старались для покупателя. И, может быть, это тут как бы не сделали лучшего для игрушки, но мы её вот в какой-то, в каком-то смысле даже уписывали, дабы, чтобы она была красива, чтобы покупатель не мог отказаться и купил её. Но, тем не менее, мы понимаем и даём полный отчёт на тем, что мы делаем. Каждая точка ставится на своё место. И всякий раз, когда ты... Вот для меня расписать игрушку – это как решить задачу. Количество цвета, количество пятен. И каждый на своём месте. Это сложно. А сейчас есть худсовет у вас? Да, конечно. И худсовет, и выставочная комиссия, когда впереди идёт какая-то выставка, объявленная вернее. И отбор идёт так же, как раньше, да, в советские времена? Всё, всё точно так, конечно. И уничтожаете неудачную игрушку? Ой, вы знаете, слава богу, эти времена прошли. Вы знаете, мы их застали. Вот моему поколению, вы знаете, конечно, досталось всё. И даже вот такое обучение было. Вот, видимо, вы в курсе, поэтому озвучили, да? Когда действительно игрушка просто билась у нас на глазах. Мы приходили молодые, рьяные, так, ох, сейчас я как вот что-то такое налеплю, что до меня никогда никто не делал. Я буду самая крутая, самая лучшая. И моя игрушка займёт первую позицию. А нет. Наши учителя так не считали. И да, бы, видимо, вот как-то, ну, это было жёсткое обучение. Ломали, ломали. Но, видя наши слёзы, безусловно, как обиды. Ведь, ну, каждая игрушка – это как рождение. Рождение чего-то живого. Потом они уносили на склад, там били. Всё это было. Ну, может быть, благодаря всему вот этому, тому, как нас учили, кнутому пряникам. Имело место быть и то, и другое. Ну, смотрите, какое поколение-то выросло. Но если сейчас худсовет не бьёт игрушку, а он её не пропустил, куда девайте-то? А знаете, как говорили у нас? Лариса, отставь эту фигурку. Убери в ящик куда-нибудь подальше. Пройдёт год-два, достань, посмотри. Я даже говорить ничего не буду. Ты всё сама увидишь. И это действительно работает. Это так. Сейчас многие люди вообще не понимают, я бы сказал, где дынковская игрушка, а где не дынковская. Потому что кроме союза, как правильно вас назвать, мастеров, которые… Наше отделение? Да, да. Кроме… Ведь много кто лепит. А, ну да. Да, много кто лепит. Причём, откровенно говоря, даже слово-то подобрать такое, какого-то приличного не могу. И это продаётся в магазинах. Причём продаётся, я бы сказал, за деньги, за копеечные. То есть в разы там дешевле, чем такая приличная игрушка. И, к сожалению, она и покупается, потому что она дешевле. А достойная игрушка, хорошие экземпляры не продаётся. И поэтому у меня даже друзья некоторые, знакомые, друзья говорят, а что там дынковская игрушка? Ну, как бы она для них потеряла ценность. Понимаете? Вот из-за вот этой халтуры крема. Вот скажите, как обычный человек, вот такой, не вставленный, ни в промысел, ни во что, ну, вот как он может определить, перед ним настоящая дынковская игрушка, не халтура хотя бы, да? То есть не то, что настоящая дынковская игрушка, но не халтура, а приличный экземпляр, приличный экспонат. Вот он, нет у него художественного образования. Как ему не попасться вот на удочку вот этих халтурщиков, этих мошенников? Да, вопрос интересный. На самом деле у меня даже друзья однажды так попались и купили гипсовую игрушку. Уже и бываю у меня в мастерской, и так, и всякнут, проезжая мимо, в очередной раз решили купить на подарок кому-то, а меня в городе не было. То есть в мастерской не смогли прийти, и случилась вот такая история. Да. Ну, есть литература, есть книги, есть мастер-классы, да? Кто-то посмотрел, кто-то почитал, а дай-ка я тоже попробую, да? У кого есть какая-то хватка, они действительно, и это не только касается нашего промысла, но в том числе и, да. Поэтому подделок очень много и в самом Кирове, и вот я езжу, стою на фестивале в палатке с игрушкой, а рядом другие палатки, и тоже дымковская игрушка, которая далеко не дымковская игрушка. Ну, я не об этом. Как узнать? Ну, на самом деле сюда, и мы вернемся к вопросу денежной номинации, потому что выставочная работа, авторская работа, она, безусловно, стоит на порядок выше других работ. Это первое. Второе, как нас учили, красная глина, да? То есть мы знаем технологию, и когда мы каталоги, допустим, каталоги заполняем, либо какую-то литературу, мы всегда прописываем. Красная, вятская глина, обжиг, белый мелованный грунт белый, темперные краски и кусочки сусального золота. Когда мы берем игрушечку, мы обязательно на животике, либо где-то с нижней стороны оставляем кусочек красной глины, дабы увидеть, что это не гипс, никакая либо другая белая глина, допустим, да, что это действительно красная глина. Во-вторых, наличие правильных красок и золота сусального, а не фольги. Но, тем не менее, вы знаете, вот даже когда ты объясняешь, я вот ловлю себя на том, что, ну, вот какого-то вот такого значка, по которому явно можно понять, что это дымковская игрушка, а это нет, ни сведущему человеку невозможно. Поэтому, ну, да, что-то мы для этого делаем. И в первую очередь, если раньше, когда мы работали в промысле, мы ставили этикетки, но при покупке, допустим, коллекционеры, когда покупают игрушку, этикетка каким-то образом может отпасть и потеряться, и они не понимают, чья игрушка у них стоит на полочке. И в какой-то момент, в какие-то года мы стали помимо этикеточки еще подписывать каждую игрушку своей фамилией. То есть мы знаем, что от начала и до конца игрушка делается одним автором, поэтому она считается авторской. Поэтому и фамилия. На каждой игрушечке, если мы обернем ее, то там должна стоять фамилия. И должна быть фамилия известная. И да, то есть если уж ты хочешь прямо наверняка узнать, ну, посмотри, есть ли такая мастерица в промысле вот под такой фамилией. Ну, вот еще такой вариант можно, да, как бы иметь в виду. У нас потихонечку передача подходит к концу. Ну, не могу не задать вопрос, который меня, опять-таки, лично меня интересует. Правда ли, что у каждого большого мастера дынковской игрушки свой особый неповторимый почерк? Вот лично вы, глядя на дынковскую игрушку, ну, от старых мастеров, сможете узнать руку мастера? Безусловно. Безусловно. Нас этому учили с самого начала. Нет, когда мастерица-девочка приходит и какое-то время идет обучение, она просто хорошо копирует своего учителя, либо работы, которые она ведет в музеях. Нас очень много водили по музеям, мы копировали, мы делали зарисовки, мы все это через ручку свою пропускали. Вот эти все линии. Я думала, зачем мы это все рисуем? А, нет, все было продумано. Мы обучались таким образом, но чуть позже эти же учителя говорили, девочки, уходите, отходите, ты не должна походить на своего учителя, ищи свой почерк. Вы знаете, как это сложно. Во-первых, сначала непонятно, как свой почерк. И ты начинаешь. Это либо колорит цветовой, либо какие-то элементы, либо их умение привнести в эту самую игрушку. Это личное видение, так скажем, традиций в своем понимании, но тоже имеющие границы. Ну вот такой современный промысел дымковской игрушки. Остается только пожелать нашему гостю, Ушаковой Ларисе Геннадьевне, успеха и реализации всех творческих задумок, а также попрощаться с нашими радиослушателями. До новых встреч. Большое вам спасибо. До свидания.